А вот смотрите, отель-домик в самой саванне, окруженный только забором. Ну, в принципе, звери, если захотят, могут зайти. Друзья мои, смотрите, где мы. Я думала, это отель посреди саванны, а это аэропорт. Это аэропорт, наш гид просто привез, чтобы зашли в туалет, но это реальный аэропорт в саванне. Ага, вот он, аэропорт и просто саванна. Вот она какая. Твердая земля. Зашли в туалет, у меня прям окно открыто, и мужик только что проходил. Ну, такой комфорт прикольный. Вот тут в аэропорту лежат скелеты, черепа. Ну, и рассказывай. Вот это гиппопотамик. Смотри, он какой-то страшный прям. Посмотрите, какие зубища, если он укусит. Посмотри, клык. Ну, острое. А это ужас, оно такое острое. Это все, капец. А смотри, вот это слоник. Это зубры, зубры, сразу видно. Пифало, буфало. Да, а вот это слоник. Вот это слоник. И кость, нога слоника. Кося, ножки слоника. Костей тут в пустыне, слушайте, в саванне точнее. Ну, это понятно, всякие вот эти вот рогатенькие. Ой, пойдем в дерево. Там что-то этих птичек желтых. Там гнезды, 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 гнезды. Идем-подойдем, просто посмотрим. Звук потрясающий. А вон он справа. Какой-то цвет красивый желтый. Я сыщу. Простите, пожалуйста, по-моему, что-то слоника. Непонятная опасность. О, что-то слоника. Это гнездо будет? Нест. Нест? Нестест. От Нестле, наверное. Ой, какие они красивые. У меня головка. Такого красноватого цвета. Не знаю, видно ли мы так хорошо против солнца снимаем. Желто-памаранчевые такие, это, бёрышки. Ротка, стилька. Сейчас я перейду, повереду ближе. Не-не-не-не, сейчас. Во. Смотрите, сколько гнезд. Ой, беспокоится, беспокоится как. Да тут шмели пролетают. Такое впечатление, что вертолёт, честно. Ну, аэропорт и шмели здесь, как самолёты. Ну, вот мы с вами в аэропорту. В аэропорту, в саванне. Не, ну, взлётная полоса есть, что ещё надо. Ну, прекрасно. Сыпотешные. Класс. Общежитие. Продолжаем наше путешествие по амбасселле. Сегодня большой день. Мы 9 часов в саванне. 5 часов уже прошло. Вы уже вам показали. И здесь у нас перерыв в этом, скажем так, знаменитом, потому что много людей сюда приезжают. В знаменитом аэропорту. Почему знаменитый здесь? Можно сходить в туалет. А подожди, реально, куча у тебя денег, Слушай, в частности, самолёт нанимаешь. Да? Ну, если, не дай бог, случилось, что, конечно, вас тут расстрясывать не будут. Вас будет, не дай бог, что вывозить самолётом. Надеемся. Ну, не нужно, а плохо. Я пошла в машинку, солнце печёт. Солнце печёт, а утром был дикий холод. Отъехали мы от аэропорта. Такая красивая саванна. Смотрите, страусов сколько. Чёрные – это мальчики, серые – это девочки. Надеюсь, вам птичек слышно. Такая красота. Вам там вдали импалы, да? Нет, это эти газельки. А, газельки вдали. Они и справа, и вдали. Это газели. А тут импалы такие. А, или были они. Или были. Красивые, да? Наде, они же не летают, да? А, ну да. Страусы нет, но они очень быстро бегают. Сейчас Килиманджаро покажем, да, уже? Всё. Как 10.52. Ну да, Наташа, похоже, выиграла по рискам. Там она спорила. А, с собой нет? Со мной, думаю, ты с водителем спорила. Нет. Прикольно, я вообще ничего не говорила. Ну, она даже себе что, придумала. Сама поспорила, сама выиграла. Ну, вот, смотрите, уже пик вот тут, вот, закрыт облаками. Ну, ещё видим. Виден, но... Да, тяжело. То есть ты проспорила сама себе? Нет, потому что там точно, это не точно. Просто облака. Куда тебя, ну, ты там, багровый. Вот мы остановились на водопой. Точнее, водопой у животных, не у нас. Чудесные зевры, эти газельки Томпсона. Ой, красота какая. Представляешь, что происходит, когда животные эмигрируют и пьют воду целыми толпами? Стадами. Стадами, да? Это у них называется стада. А там далеко. Ну, немножко. Далеко орел сидит. Два, там два. Я уже разгладила. У меня есть супер глаза. Называется брюк. Сейчас понаблюдаем немножко. Ой, зеброчки с этими своими ребусами на спинах и на мордах, на лицах. Где там зебры что? Ай, смотрит. Привет, Марти, красавчик. Правда, агрессивный ты? Как он чуть... Он не агрессивный. Не лягнул на наиваше. Он предупредил, что он близко подходит. Да, не очень-то и хотели, ну ладно. Ну чего, погладить хотели. А, погладить зебру. А, понятно. Они взяли. Чего не льва сразу? Не подходил. Ой, красота. Жарко уже, сильный ветерок такой начинается. Ну вот, камера как-то далеко показывает. На самом деле, они близко. На самом деле, животное очень близко. Это не 100 метров, 50 метров. Да, мы тут уверены. Дальше есть. Так зеврит, наверное, что-то между лошадью и осликом. Вот сидят два орла. Как это? Фиш игл. Рыбные орелки я называю. А вон тут пумбочка ходит. Потешные быстрые кабанчики. Бороданочники по кличке Кенигский Экспресс. Дальше эта камера, наверное, не возьмёт. Но их там просто много. Это он просто отделился. Наверное, или папа, или что отдыхает. Да, папа устал и пришёл отдохнуть. В водопаде. Наш гид сказал, что он пил воду отсюда. Говорит, очень вкусная. Очень тейсти. Такая вкусная, что просто. С животным, слава Богу, повезло. Хоть в этом. Вот вода из Килиманджаро. Моза спросил, напомнит наш гид, что не забывайте, что это вода из Килиманджаро. Это вот так дамбу построили люди, и она сливается. Наполняет озеро водичкой для животных. И вон сама Килиманджаро. Нет, всё ещё верхушечка видна. Чуть-чуть не видна. А кто это далеко-то гуляет? Это, по-моему, Вехемот. Вон далеко-далеко. Это гиппопотам идёт, реально. Ой, сейчас попробую приблизить. Ты поняла, да, где? Да, я вижу. Вон в конце дамбы там у раздорожья. Там написано, куда направление лево-право-вперёд. Да, гиппопотам переходит дорогу. А может мы туда наедем? А мы туда не заедем. Да, не заедем. Мусус, ты видишь гиппо? Где? Ты видишь гиппо? Кроссроуд. Кроссроуд. Лук? Да, да, да. Ну, первый раз видим гиппопотамчика не в воде. Идёт он, наверное, чтобы попить и плюхнуться туда. А, гуляет. Гиппопотамчик, там, смотрите, и птички, и газелька Томпсона. Ну, красивые виды. А, заныривает уже. Нет? Там нет воды. Это я сейчас с биноклью смотрела. Я думаю, он занырнёт, потому что я с биноклью его смотрела. Такой потешный. А, есть вода, есть, есть вода. Ты права на этот вопрос. Какие у него реально вот эти клыки? Кто это сделал? А это гусь. Это гусь. Слева по борту. Да, мы уж тут оглядываемся на всякий случай. Мало ли что. В смысле, это гусь может так делать? Или может? Ну, кто-то там есть. Стоишь так в саванне, думаешь. Ёлки-фалки, чтоб сзади ничего не напрыгнуло. А смотрите, кстати, сейчас, вот, если подумать про мультик Мадагаскар, здесь в марте, да, зебра и бегемотика Глория. Ну, льва Алекса мы уже видели и жирафа Мелвина тоже. Ну, нормально. Не, не осталось леопардика только пока. Все, Саш. Не можем его поймать. Но они же быстрые кошаки. Мы стояли сейчас там, но все-таки решили подъехать. Смотрите, вот водопадик какой. Идет прямо-прямо с Келеманджаро. Ого, шум воды какой. Интересно, мы доедем до Гиппопатамчика. О, мы подъехали. Повезло. Наш гид заехал. И мы сейчас нормально так понаблюдаем гиппопатамчика. Вот такое животное, агрессивное к людям, очень агрессивное. Ох, ветрюган какой. Надеюсь, вам слышно наши слова. Надеюсь, вы наблюдаете и также радуетесь, что мы наконец-то подъехали в Булийская гиппопатаму. Наша интересуется сколько слоник ест, это лот много, где-то 250 гетеровых в день. Представляю сколько зоопарки тратят на содержание. Вегемотик все спокойно находит травку, чавкает молодец и потрясные зевры. Не могу нарюбоваться на это животное, классно и такое агрессивное и ладно бы просто это кушал бы да так нет просто затаптывает Мы где то метрах в семидесяти. Голодный, голодный. Поняла? Голодный гиппо очень опасный. А Вить спит, спит, спит. Скорость как? Спитов гиппо. Это что скорость? Фоти? Ого! Так что он меня типа может перегнать. Короче надо тренироваться лучше, если что драпать от гиппо. Будь как гиппо, будь лучше гиппо. Это все вода с килиманджаро, с цигарой килиманджаро. Которая является спящим. Спит себе, ну и хайси спит. Да, вот, вот, вот сейчас. Вот мы видим батамчика снова в его природе. На этот раз он кушает травку и прям так смачно чавкает. Прям как мы в видео, когда про еду снимаем. И там сзади еще один, возле него цапля сидит. Это он забрался. А это белый птичек. Прикольное животное. Где-то он в метрах в пятидесяти, в шестидесяти где-то так. Смотри, это у него на спинке что-то погналось. Это не было что-то. Я думала, это плечка сидела, это не птичка вроде. Не-не-не-не-не. Смешные животинки. Мы остановились, думали, камни. Смотрите, сколько много здесь гиппо. Начнем вот с левеньких. Гид говорит, много. Я такая, да, да. Такие камни, камни, да. Да, много-много. Сколько их там? Раз, два, три. Пятеро? Не знаю. Лежат, красавчики, отдыхают. Такие казалось бы мирные животинки. Кстати, бегемот, гиппопотам. Это называется одно и то же? Одно и то же. Ну, наверное, надо еще уточнить. Но, по-моему, все называют гиппопотамы. А только мы бегемотик, бегемотик. У бегемотиков болят животики. Ну, по-моему, они у гиппопотамчиков не болеют. Эти бегемотики едят лечебную травку. Я думаю, у них животики не болят. Это маленькие, да, малыши? Хотя надо уточнить еще. Но клыки у них острые. Как я попробовала, вот там лежал череп. Останки, да? Черепа и зубы. Ну, зубы там острые, острые клыки есть. Там вообще прекрасно. А этот, клык вот, я его только на палец. Там сила удара, если идет. Тут я пальцем просто притровалась. Такой, ну, не прямо. Игла нет. Ну, острый. А если он тебя... Ух! Как он. Ну, красивый. Такой белоснежный. Белоснежный. Здесь даже классно. Это мы в космосе. Еще в космосе. Мы на земле. Мы на земле. Мы в Кении. Африка. Селепард. Африка. Утро холодно, очень сильно. Днем жарко. Но сейчас оно не жарко, оно выжигает. Реально солнце выжигает. Да, нет. Это мы подъехали и застали здесь. А вот и гиена. Елки-палки. Настоящая гиена. Просто вот лежала в водичке. Я даже не ожидала, водитель ее застал. Боже мой. И она от нас в двух метрах. Я не вру. Она от нас в двух метрах. Слушай, ну она красивая. Нет. Извините, она мне некрасивая. Красивая. Мы еще в зоопарке тогда видели, я сказала. Ну да, видно. Видно, что очень злое животное. Ну да. Они говорят о шакалахе, как? О шакалахе и о гиенах, что они не убивают добычу, они едят ее живой. Да, вот это страшно. Ужасно. Ну ты жестокая. Вот стоит, да? Смотрите. Мы стоим. Гиена стоит. Она просто в лужице лежала. Не знаю, успели ли вы заметить. Наверное, нет. Она вот так вот лежала в лужице. Когда мы подъехали, она встала и такая. Ну, что вы там хотите от меня? Нет. Запасного стопа. Ага. Гиена. Ну, вообще, конечно, полюбоваться можно. Как здоровая собака такой. Такой док здоровый. А, это... А морда похожа на... А спина, смотри, какая морда похожа на что-то... Спина как в пятнышках. На... Кошак. Кошак, кошак. Вот. Спасибо, водители. Гиены уже увидели. Он заметил ее. Да, ну, она лежала как в ванной. Ага. Потревожили бедненькую. Я ж ничем в нее не кидаю, но это жестокое животное. Наташу позвала, но Наташу уже не смотрит. Нет, он на шум машин слышит. Ветер так у него трепет шерсть. Ой. Нюхает, 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 да? Ой, думает. Ну и что вы, я к вам задам, что вы мне сделаете? Я вот вас покусать могу. А давай так поднимем. Угу. Ага. Она вот здесь вдоль дороги идет канавка. Пока широкая достаточно. С водичкой она лежала. Какое-какое-то грозное животное. Действительно грозное. Такое вот. Какое-то вот, как рассказывали, подлое. Вообще лучше его не встречать. Ну, уже. Ну, вот встретит. Да. Ну, не встречать так. Ну, в машине он уже едут по вас. Наверное, передали по рации. Мы быстро сменили курс управления. И она быстро увидела три машины и стала уходить. Ну, мы уже ее увидели с вами. Здорово. Очень классно. Ну, помахала пумба. Это точно. Надо болить. Ну, смелые пумба переходят для ровно. О! Побежали, побежали. Они такие очень красивые. Забежали. Боятся. Ой, извините. Их потеряла. Говорит, вы решает. Очень стесняются. Ну, да, конечно. Потеряла немного их в объектив. Извините. Ну, вот они стоят. Водитель выключил и теперь можем понаслаждаться пумбочкой. Пумба классная. Реально. Прикольная такая. Желатинка. Он же бородавочник. Понятно, почему его так прозвали. Не извините. Все уходят. И уходят в глубокую саванну. Приехали на красивое место. Такое болотистое. И много слонов здесь. Слоненок. Такие милаши. Ты не знаешь, как в рисовых полях ходят, люди собирают рис? А, да. Они для себя кормят. На Бали рисовые поля напоминает действительно. Я просто вам эту всю красоту покажу. А один там опять под воду ушел. Медленно-медленно стараюсь переводить. А вот тот большой, где птичка, у него один бивень. А второй уже потеряет. Может и драки просто оставил. Слева или справа налево. Малыш. Потом по серединке взбивал. Да, вроде один только бивень. Африканские слоники. Слушай, а в африканских слониках, наверное, не катались? Наверное, они не даются просто. Запрещено, да? А один там, наверное, не видишь вообще. Или тут и енот? Не знаю. А это гипо? Да, гипо. А там гипо лежит. Там гипо, а тут слоник. А вот перед нами Гранд Газель. Она больше импалы и больше Томпсона. Такая интересная. Она выше. Да, выше. Грациозная такая. И колоска, подожди. У неё идёт по ножке. А по боку, я не знаю. Это мальчик, да? Да, это мальчик. Пошёл. А у тех, по-моему, идёт вдоль тела. Вдоль туловище. Чёрная такая полоса. Полоса. Вот уже мы заехали в тату. Местность более зелёную. Лиственную. Да, лиственную. Страусы здесь. Как им не жарко. Я бы пошла в тенёчек. Жарко. Сейчас очень жарко. Ну, есть вариант, что... Здравствуйте. Что там такой-то хищничек, да? Да, но мы ищем леопарда или гепарда. Вот такой у нас длинное, большое классное сафари получилось. Возвращаемся в отель. Наташа побивает сачок. Уже устали, обезвоживались. А тут прямо слоник стоит рядом с воротами. Под дерево. Слоник хочет выйти. Ну, я его сейчас не буду показывать, потому что мы уже выехали за ворота этого мельца в Амбаселе. Вот. Надеюсь, вам понравилось видео, понравились животные. От всех вас мы передали животным привет, а вы поставьте лайк обязательно. И коммент. Всем пока. Пока. Пока.